Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в Экономике Здравого Смысла. С вами Розла Варманчук. Будьте с нами и подписывайтесь на канал. Сегодня тема «Время дефолтов, конфискации и коллективной ответственности». Министерство финансов запретило правительству России пользоваться американскими банками для проведения платежей. Говорят о 80% вероятности кошмарного дефолта. Дефолт и та вещь, которая, с одной стороны, носит технический характер, с другой стороны, говорит о состоянии страны обслуживать свои обязательства. Сегодня порядка 40 млрд долларов выпущено разных облигаций, и на самом деле 40 млрд долларов по сравнению даже с теми ресурсами, которые сегодня есть в Центральном банке, это не так много. Более того, мы видим признание европейских политиков, что за два первых месяца Россия получала 35 млрд долларов выручки от продажи энергоресурсов. В это время Украина, которая противостоит агрессора, получила всего лишь 1 млрд евро помощи. Понятное дело, что это несопоставимые вещи. Но отсечение финансовой системы это действительно очень серьезная вещь, и постепенно это будет укушать состояние российских банков, финансовых организаций, правительства, и в конечном итоге поставит российскую экономику на колени. Но если на колени живет там 70-80% орков, которые поддерживают агрессию и Путина, они на самом деле особо не заметят разницы. Потому что что поставит на колени скорее богатые, скорее тех людей, которые так или иначе были интегрированы, но это называется такое принуждение к тому, чтобы они восстали против Путина и против тоталитарного режима. Восстание крайне проблематично, потому что с этой ситуацией речь идет о том, что против людей, которые многие-многие годы с разной степенью вовлечения участвовали в борьбе против режима или сопротивлялись ему, сегодня с голыми руками, особенно за границей этого ничего не сделаешь. А сегодня речь идет о том, что к вопросу коллективной ответственности против людей с российскими паспортами, и что горько и обидно против людей с белорусскими паспортами, вводится целый ряд определенных мер, вводится запрет на получение виз. Это называется коллективная ответственность, которая является очень грустным, очень тревожным явлением, потому что она не приводит к нас к победе над врагом. А враг – это коллективный агрессор в лице Путина, режима Путина и режима Лукашенко. Это не белорусы, это не россияне, это не те россияне, которые там 20 лет, кто 10 лет, кто 25 лет боролись с этими режимами авторитарными во всем мире, страдали, платили очень дорогую цену. Поэтому коллективная ответственность – это очень опасная штука, в которой нужно действительно что-то делать. И когда и в Украине, и за рубежом по паспорту бьют только, вне зависимости от того, кто ты такой, это, конечно же, больно и обидно. Но, друзья, смотрите, что происходит дальше. Когда мы говорим про дефолты, конфискация – еще одна тема. 1500-1600 вагонов конфисковано в Украине российских. Это расставный агрессор, это те форс-мажорные обстоятельства, которые составляют правовую базу для таких действий. Но когда речь идет о конфискации частных автомобилей, частных лиц и так далее, это, конечно же, совершенно другой момент. И когда мы говорим о том, что Украина ведет справедливую борьбу за демократию и свободу, значит, она не может идти по трупам. А труп – это право, труп – это академическая свобода, труп – это ответственность. Поэтому жестокая, бескомпромиссная борьба с врагом, но выкидывать с грязной водой также тех людей, которые являются единомышленниками, являются сторонниками и борются за свободу против тирании и диктатуры – это крайне безрассудная вещь, и нужно к этому относиться очень осторожно и серьезно. Что касается конфискации других вещей, например, и ареста ресурсов, то здесь, понятное дело, будут работать правовые механизмы, конфискованы уже в российских активах государственных и банковских, правительственных на сумму порядка 800 миллиардов долларов. И, естественно, эти деньги должны пойти прежде всего на восстановление Украины, на компенсацию потерь жилища тем украинцам, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за угрозы смерти и агрессии. И поэтому здесь совершенно очевидно, в деньги должны быть работать правовые механизмы, которые должны быть задействованы, должны быть правовые механизмы, а не должен быть матрос-железняк или еще кто-нибудь с ружьем, который пришел и сказал «Я так сказал и так оно будет». Чем меньше будет жаркода джунглей, тем выше будет авторитет Украины в мире. Это совершенно очевидно. Поэтому ответственность должна быть персональной, особенно в отношении конкретных людей. Сегодня не выпускать людей из Беларуси, это, конечно же, играть на мельницу Лукашенко, который превратил давным-давно страну в концентрационный лагерь. И страны бегут правдами и неправдами. И ничего не поменялось в ситуации 2020-2021 года, когда сотни тысяч белорусов уехали. Сегодня еще сложнее. И когда те белорусы, которые убегали от режима, находили поддержку в Польше, в Литве, в Европейском Союзе, сегодня точно так же отторгаются, это, конечно, создает для белорусов огромные психологические, моральные, материальные сдержки. И это нужно поправлять. Потому что жить в ситуации дефолта, когда у тебя забирают имущество, когда тебе решают право только потому, что у тебя такой паспорт, и ты не можешь получить ничего другого. Жить в ситуации без правья, когда ты просто такой народ изгнанный и отторгаемый всеми. Это огромная-огромная проблема. И если одни люди будут решать какие-то проблемы мирным путем, то другие просто отчаявшись будут очевидно возвращаться и поддерживать, или, по крайней мере, молча соглашаться с тем, что делают режим. Поэтому, друзья, вопрос очень сложный. Идет война. Но я думаю, что целесообразно всем сохранять себя в рамках верховестного права, закона, честности и порядочности. Будьте с нами. С вами был Ярослав Ромачук. Экономика здравого смысла. Всего хорошего. Слава Украине. Живей Белорус. Живей Белорус. Продолжение следует...